Дмитрий Пономарёв История, связанная с ремонтом и подготовкой наших средних общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Скажите, в этом году в каком количестве школ вообще проходит какой-либо ремонт и что он из себя представляет? Стандартная ситуация. В летний период мы заходим, начинается у нас горячая пора, подготовка образовательных организаций к новому учебному году. Количество учреждений у нас не изменилось относительно прошлого года. Это 91 образовательная школа. Все они будут подготовлены к 1 сентября. Безусловно, у нас просто других вариантов нет. Безусловно, конечно, мы в цепнот заходим. Это сжатые сроки, потому что буквально только неделю назад закончились экзамены выпускных 9-11 класса. Поэтому официально можно сказать, что подготовку образовательных организаций мы начали неделю назад. Если говорить о количестве учреждений, которые предусмотрены, то есть предполагается, что капитально будет отремонтировано из 91 школы 48 учреждений, и 43 учреждения будут отремонтированы текущим ремонтом. На эти цели предусмотрены всего 250 миллионов рублей именно на подготовку, связанную с подготовкой к новому учебному году. 250 миллионов рублей, из них 23 миллиона рубля – это средства на текущий ремонт, а вся остальная сумма – это средства капитального ремонта. Хотелось бы отметить, что эти средства складываются из средств бюджета, средств депутатов городской думы, депутатов законодательного собрания Краснодарского края и участия в государственной программе Краснодарского края о развитии образования. Здесь хотелось бы отдельно отметить, что ежегодно мы принимаем участие в отборах, проводит Министерство образования, ежегодно проводим в рамках данных мероприятий капитальные ремонты. В прошлом году это были капитальные ремонты спортивных залов и ограждений. В этом году спектр расширился, не только капитальные ремонты спортивных залов. Здесь мы принимаем участие в мероприятиях, связанных с капитальным ремонтом и благоустройством территорий, помещений, спортивных залов и, естественно, ограждений и стандартной ситуации. Как никогда в этом году, именно если говорить только за школы, 18 объектов прошли отбор, на них выделены средства. Это, конечно, существенная поправка, скажем так, к муниципальному бюджету, потому что при объеме финансирования в 65 миллионов рублей, общего объема финансирования и участия в программе, муниципальных мы затрачиваем всего 10 миллионов рублей. А что из себя представляет вообще, например, капитальный ремонт, что он включает, и текущий ремонт? То есть там, как это определяется, каким образом? Есть строительные термины по этому поводу. Да, 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 я понимаю. Ну, если не использовать терминологию, а конкретно, то есть капитальный ремонт включает в себя, там, ремонт кровли, не знаю, там, замену штукатурных, возможно, покрытий пола и так далее. Все верно. Капитальный ремонт – это глобально. Работы, связанные с конструктивным подходом вообще к вопросу. То есть если мы говорим за капитальный ремонт кровли, мы не подразумеваем замену каких-то отдельных частей или элементов. Мы подразумеваем полностью замену. Сняли основание, посмотрели в ходе демонтажа, есть ли необходимость в ремонте стропильной системы, как бы, либо ее полной замене. И, соответственно, производится ее полная замена. То есть здесь принцип такой, чтобы не возвращаться к этому повторно. То есть мы берем не количество, мы берем качество, как бы, здесь работает. Здесь, если, в общем-то, как бы сказать, сумма, в принципе, большая. Мы 250 миллионов рублей на эти все мероприятия планируем, затрачиваем. Но есть учреждения, в которых капитальный ремонт проводится на 400 тысяч рублей. Есть учреждения, в которых капитальный ремонт проводится на 15-25 миллионов рублей. И как бы это существенно, это требует просто от нас сегодня на основании, как бы, вот, наверное, следующий, я так предполагал, следующий, наверное, вопрос будет, как вообще складывается, да? То есть из чего вообще складывается потребность? Чтобы было понимание, почему, кто определяет приоритеты, как это все происходит. То есть, в первую очередь, естественно, мы опираемся на имеющиеся предписания контролирующих органов. Это отдел надзорной деятельности МЧС по городу Краснодару и Роспотребнадзор. В ходе плановых, внеплановых проверок, так или иначе, в любом случае, мы получаем какие-то предписания, требующие устранения. Соответственно, наша задача номер один — это устранить эти предписания. Бывают, конечно, такие ситуации, что мероприятия очень глобальные и требуют временного фактора, как бы, очень большого. То есть, естественно, мы за эти два месяца, которые нам отведены для проведения капитального ремонта, мы не укладываемся. То есть, соответственно, дальше мы принимаем решение, как мы будем с этим дальше мероприятием поступать. Либо выполнять в основной период летних каникул, остальные мероприятия проводить во внеурочную деятельность, либо в осенние и зимние каникулы. Ну, естественно, с завершением в текущем году. А у нас есть уже в Краснодаре такие объекты, которые требуют прямо вот настолько серьезного подхода? Да, есть. Ну, безусловно, жизнь идет, время идет, как бы, соответственно, износ зданий происходит. Потребность эта постоянно существует. Я не скрываю того, что, как бы, несмотря на то, что объем финансирования ежегодно у нас увеличивается на капитальный ремонт и подготовку вообще в целом образовательных организаций, безусловно, покрыть полностью 100% всю потребность, но, к сожалению, пока мы не имеем такой возможности. Поэтому исходим, как бы, выбираем из самые болевые точки, как бы их лечим, скажем так. Ну, в любом случае, большинству проблем решается. Это самое главное, это очень важно. А включает ли в себя ремонт текущий, либо капитальный, там, замену оборудования, какое-то переоснащение учреждений? Или же это отдельная статья? Это совершенно отдельное мероприятие. Капитальный ремонт и текущий – это только производство работ. Оборудование – это средства, предусмотренные муниципальным, либо краевыми средствами, участвующих в программах в учреждении. И финансируется из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. То есть руководители непосредственно сами здесь регулируют, на что необходимо направить средства, связанные с приобретением оборудования. Будь то учебное оборудование, либо технологическое. Я просто почему решил задать этот вопрос, предваряя вопрос людей, которые точно так же отводят своих детей в учреждения и видят, например, что свежепокрашенный класс, там, все отремонтировано. И вдруг тут, как это так, вот с прошлого года остались там те же самые парты или там доска. Вот мы думали, что сейчас все будет новое. То есть почему люди сразу почему-то думают, что сразу все проблемы, которые имеются, их надо решить моментально одномоментно? Ну, естественно, конечно, всем хочется, и родителям, и детям, всем хочется приходить не только за новыми знаниями, да, и, соответственно, на новую материальную базу. Но, к сожалению, не получается этого. То есть при необходимости, при выходе из строя, либо на морально устаревшее оборудование, да, то есть руководителям учреждения проводится эта закупка. Вот, скажем так, этих средств тоже довольно достаточно для того, чтобы закрыть все проблемные моменты. То есть если мы говорим за приобретение оборудования в школах, это порядка 200 миллионов рублей. То есть это, грубо говоря, даже грубый арифметик, это 2 миллиона больше, чем 2 миллиона на учреждение. Это довольно приличная сумма, как бы, и уж заменить парты, столы, стулья, это, в принципе, посильно все сделать. Иногда, конечно, требуется более глубокий подход, более, в чем более связано, более трудоемко с заменой технологического оборудования. Допустим, такого, как пищевое оборудование, да, там, где одна печь стоит, там, 200, 300, 400 тысяч рублей может доходить, как бы, стоимость. Для этих мероприятий тоже, для выполнения данных мероприятий тоже предусмотрена программа «Школьное питание», которая предусматривает охват 100% образовательных организаций, по крайней мере, 100% мы обеспечиваем приобретение и поставку новой посуды и тарелок, чашек, кастрюль, то есть для приготовления пищи, в том числе в данную программу включаются мероприятия, связанные с капитальным, текущим ремонтом и оснащением технологического оборудования. На данной цели 30 миллионов рублей предусмотрено. Если, как бы, вернуться обратно к, вообще, к капитальному текущему ремонту, да, то здесь не такой уж большой спектр, как бы, работ, которые будут проведены. То есть основной акцент сделан, безусловно, вот, если взять в количественном выражении, да, мы предполагаем в текущем году замену полностью 11-ти кровель в школах, модернизацию автоматической пожарной сигнализации в 15 учреждениях, ремонт 4-х спортивных залов, благоустройство спортивных площадок в 6 учреждениях, в том числе и глобальных, такие, как, допустим, 40-ая гимназия с объемом финансирования в 25 миллионов рублей. Это один из таких примеров, как бы, да, не только возможность для детей, для развития популяризации спорта, как бы, да, и вообще возможности на базе образовательной организации сдачи норм ГТО. То есть это просьба людей, как бы, да, мы с главой постоянно встречаемся, глава нас берет на сходы граждан, да, как бы, есть задачи, которые перед нами ставят люди, как бы, мы стараемся тоже прислушиваться, и помимо тех проблем, которые мы видим, стараемся совместными усилиями с участием краевого бюджета, депутатов, которые очень активно нам оказывают помощь, и городские, и депутаты законодательного собрания решать эти вопросы. У меня как раз-таки, вот, раз уж вы заговорили о гражданах, да, немножко перейду к ним, но, тем не менее, вопрос, связанный с текущим и капитальным ремонтом. Бывают ли такие ситуации, когда родители могут финансово поучаствовать в капитальном, либо в текущем ремонте учебного заведения? Могут. Если вот вопрос поставили, могут ли, могут. Если бы вы спросили, обязаны ли, я бы сказал, нет, не обязаны. Вот, это очень важно. Да, то есть здесь ключевой момент, могут ли, могут. Вот. Есть даже законодательство, если не ошибаюсь, 135-й федеральный закон о благотворительности, да, то есть законные представители могут при согласовании с руководителем образовательной организации определиться с планом мероприятий, которые бы они хотели провести, допустим, конкретно для класса, вот, допустим, установка сплит-системы, ну, к примеру, допустим, да, либо ремонт полов, либо какие-то еще блага, которые, ну, родители хотели бы, изъявили желание самостоятельно сделать. Но еще раз напоминаю, что это только согласие руководителя, имеется ли техническая возможность к подключению оборудования, если это вопросы в оборудовании, если это вопросы в капитальном ремонте, не затронут ли они какие-то конструктивные элементы, дабы, как бы, ну, не подвести опасности детей, вообще, пребывающих в школе, как бы, да. И, естественно, только лишь на расчетный счет ни о какой, скажем так, ни о каких наличных средствах просто речи быть не может. Понятно. Но это в любом случае отдельная история. Я хорошо, что вы эту тему прояснили, и у людей, надеюсь, не возникнет на эту тему вопросов. То есть, действительно, могут, но не обязаны. Это очень важно. И вопрос последний. Никакую помощь в подготовке школ к новому учебному сезону могут и оказывают сами ученики, поскольку я знаю, что существует определенная программа, где ученики старших классов просто приходят на каникулярное время и там зарабатывают деньги, и точно так же там где-то там подсобными работами занимаются и так далее. Здесь довольно щепетельный вопрос. Почему? Потому что это дети, это несовершеннолетние. Безусловно, привлекать к работам не имеющих профессиональных навыков недопустимо детей. Во-вторых, вообще привлечение детей, несовершеннолетних, нужно согласие законных представителей. Да, такая практика имеется. У нас есть пришкольные лагеря, то есть лагеря труда и отдыха и лагеря пребывания детей младших классов. То есть старшие классы привлекаются, даже они получают, ну, как бы за это средства определенные, ну, в общем-то, на общественные нужды, как бы, да, очистить территорию двора, побелить бордюры, вскопать кулумбы, где-то на первом этаже, допустим, помыть окна, показать помощь. То есть, ну, без каких-то физических нагрузок и без, естественно, без мероприятий, требующих справку от врача, как бы, допуск. Ну, или профессиональные навыки, да, то, что требуют. Ну, как правило, да, мало таких детей, которые параллельно имеют какие-то профессиональные навыки. Перед началом учебного года в ходе родительских собраний общественных, то есть собираем детей, иногда бывает просим, привлекаем после проведения ремонта расставить мебель, как бы, да, то есть, условно, там, цветы, повесить стеллажи, как бы, ну, то есть такие мероприятия, которые не могут причинить вреда жизни и здоровью ребенка. Как откликаются сами люди на это? С удовольствием. В том числе даже и родители принимают активное участие. Каждый ребенок, каждый родитель хочет прийти еще лучше, более условия, как бы, нежели из тех, в которых он выходил в конце учебного года. Ну, это очень важно. Спасибо вам огромное, что были сегодня в нашей студии. Я желаю, чтобы все те вещи, которые запланированы на летнее время, возможно, если, как вы сказали, дальше они будут продолжаться по времени, чтобы все было сделано качественно, в срок, и чтобы действительно наши кубанские, и краснодарские школьники приходили первого сентября с удовольствием, ну, и родители тоже были рады и довольны. Вам успехов. Спасибо большое. Это была «Точка зрения». До встречи на телеканале «Краснодар». Всего доброго.